Теперь всех въезжающих и переходящих пешком границу сканируют тепловизором, независимо от их желания. Но пока, как утверждают в Роспотребнадзоре, на границе все спокойно. Еще один немаловажный фактор – это выявление лиц, которые в течение инкубационного периода, 14 дней данного заболевания, находились за пределами Российской Федерации. Такие случаи у нас были на пешеходной составляющей, были выявлены граждане Китайской Республики, были выявлены итальянцы. Такие граждане были взяты под контроль, на них составлены анкеты, они были переданы лечебной службе под наблюдение. Глава города накануне был не только на пограничном пункте, он инспектировал Адлерский район и посетил также другие места. Например, микрорайон «Веселое». Там есть два заброшенных земельных участка. Оба принадлежат краю. Их выделяли для коммунальных объектов на период проведения Олимпийских игр. Теперь это просто пустыри. Мнение главы города Алексея Копайгородского – на этих землях должны появиться парки. Здесь нужно провести уже и серьезный субботник, и отсюда все выяснено. Архитектура, подготавливайте все документы, вычищаем, забор убираем, открываем площадку, и тогда будем формировать, что мы здесь сделаем. А вот с другим земельным участком, который расположен на улице Тбилисской в селе Голицыно, не все так радужно. Весь он завален мусором. По данным, которыми располагает местная администрация, отходы сюда завозил с 2015 по 2016 год прежний собственник. Затем он стал банкротом, а свалка осталась. Мы видим, что здесь лес, и видим, что кто-то нашел здесь хорошую ячейку, и весь мусор складывает сюда. Поэтому в ближайшее время пригласить все заинтересованные стороны, руководителя хозяйственного субъекта, и вскоре времени отсюда все убрать. И сделать так, чтобы сюда больше никто не возил. Мэр также поручил с воздуха осмотреть всю территорию курорта на наличие несанкционированных свалок. Ольга Десятова, телекомпания, ФКТ.